Ну что, полный бак, новое масло, двигатели, ровная дорога, чистенькая машина моя, вся моя атмосфера. Ну, это все хорошо. Но соображение по поводу блогерства все-таки еще одно новое. Ну, оно не такое новое, но что, в общем-то, по уму это должен быть непрерывный стрим. То есть нужно снимать вообще все, как ты живешь, как думаешь, что ты делаешь в данный момент. То есть, в принципе, либо фактически должна быть прямая трансляция, либо как-то вот очень-очень подробный отчет, чтобы вся жизнь была видна. И тогда другие люди, которые тебя смотрят, они смогут на это как-то обвираться. Ну вот как я, почему я слушаю Марата Марактаева из Сибири в США. Ну вот у него, казалось бы, небольшой канал, ну там, если по числу подписчиков, то 17 тысяч у него. Ну, я смотрю. И это меня радует, потому что не все измеряется подписчиками. Самого у меня и тысячи нету пока что. Вот. И... Ну, до этого я как-то автоматически всегда смотрел только тех, у кого, как говорится, от сотни, от сотни тысяч. Ну вот сначала я как-то стал смотреть Мишаню Драйвер 152. Сначала без звука, и пока я занимался, он меня... И когда я буду заниматься, он меня выручал просто. То есть, он, во-первых, мою любимую трассу М7, по которой я мысленно все время еду. Он ее все время освещал. То есть, фактически в прямом эфире. Вот он едет, выкладывает это через 2-3 дня. То есть, я видел, вот как вот 2-3 дня назад, какая трасса, про что там делается. Поскольку я вообще мыслил так, что... Свобода меня ждет еще не скоро. И эти поездки меня ждут еще не скоро. То мне это очень помогало. У него недавно 50 тысяч набралось подписчиков. А у Марата Марактаева где-то 17 или где-то так. Ну вот как-то ему написать, чтобы он побольше выпускал роликов. Потому что я вот его прогулку от Сан-Франциско до моста Золотые ворота, и я посмотрел уже 3 раза полностью. Ну, боксерские видео с комментариями Гендлина я просто пересматриваю уже, практически зная наизусть, а все равно пересматриваю. Там, допустим, бой Ленокс Ливис Дэвид Туа я фактически знаю наизусть. И все равно пересматриваю, насколько это со всех сторон замечательно. Вот так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!